Минувший год для Ленских авторемонтных мастерских оказался успешным. Все целевые задачи успешно реализованы. Коэффициент технической готовности транзитного транспорта составил 101,3%. Профессионально отработал коллектив, внедрено 10 единиц нового оборудования, активно проявили себя рационализаторы. В течение года рационализаторы Ленских арм участвовали в решении таких задач, как изготовление стоек бортов полуприцепов ТСП-9417, изготовление вкулов-балансиров полуприцепов Хартун, изготовление дистиллятора для водоподготовки, изготовление бандажа шин, роликонаправляющих скипового подъемника, изготовление передвижных тележек для перемещения оборудования, а также съемников, комплектов переходных адаптеров для автомобилей Вольво. На протяжении десятилетия рационализаторы этого подразделения «Алмаза Транса» активно участвуют в смотре конкурса, проводимых АК «Алроса». Не стало исключением о минувший год. Половина из восьми внедренных инноваций отмечена призовыми местами и поощрительными премиями в мирном и удачном. Одно из рационализаторских предложений напрямую повлияло на успешное выполнение годового плана всего «Алмаза Транса». Производилось почти само распредложение, хоть оно прозвучало и от первой автобазы, тем не менее, вся техническая часть, я имею в виду конструкция, стойки, о которой говорил Андрей Владимирович, были изготовлены здесь в армии, придуманы в армии. Это действительно на сегодняшний день ноу-хау. И с учетом той работы, которая была выполнена, по сути говоря, те плановые объемы клинкера, которые у нас были, мы их перевыполнили. Признанный Центр по внедрению инновационной технологии на Ленской площадке в течение прошлого года дополнительно освоил и изготовил 76 образцов новой продукции. При этом коллектив предприятия активно участвует в различных мероприятиях корпоративного и муниципального уровня. 17 работников ауторемонтных мастерских составили костяк команды «Алмаза Транса», победившая в спартаке трудовых коллективов у поселения Ленского района. Куснулин Руслан был награжден очень престижной молодежной премией «Достижение года». И в качестве награды он может взять бесплатную путевку в любой санаторий. Участвовали в форуме «Алмазный резерв» в городе мирный, в медиаконкурсе «Человек труда Алроса». В первом туре смотра конкурса «Духовные грани Алроса» готовимся ко второму туру, который пройдет 3 марта. В нынешнем году перед коллективом ремонтников стоят не менее масштабные производственные задачи. Продолжится перевод на светодиодное освещение рабочих помещений. Дополнительно поступит около 10 единиц нового оборудования, которое надо будет оперативно внедрить. Большие задачи и на перспективу. Компания «Алроса» планирует приобретение 55 замосвальных автопоездов для перевозки горной массы с Верхнемунского месторождения. В 2019 году их плановый объем увеличится в 13 раз. Соответственно, появится потребность в техническом обслуживании. Удачным этим займутся представители ленских авторемонтных мастерских. Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...